Помочь тому, кто сам помогает. Наша коллега Инна Жмут нуждается в дорогостоящем лечении. У нее редкая форма рака, деньги нужны на химиотерапию. Мы медийщики редко, о чем просим, но эта беда нас объединила. Объединила все телеканалы разных медиагрупп. И мы начинаем своеобразный марафон в поддержку Инны. Сумма необходимая на лечение немалая, 40 тысяч евро. И вот сегодня утром интернет взбудоражила новость. Известие о болезни Инны не просто взбудоражило, а шокировало ее друзей и близких. Она долго молчала о страшном диагнозе, пока не осознала. Одно и лечение не потянуть. Редкая форма рака. Бороться с ней согласились немецкие врачи. Один случай на миллион. Она даже нам, своим самым близким друзьям, не хотела абсолютно ничего говорить очень долгое время. А потом уже, когда стало понятно, мы начали убеждать, что Инна, тебя очень многие любят, тебя очень многие знают. Очень много людей тебе захотят помочь. Надо просто попросить. Самое страшное, что может услышать больной, вам нельзя помочь неоперабельно. Но Инне помочь можно. Необходимы шесть курсов химиотерапии. Каждый по 7,5 тысяч евро плюс сопутствующие расходы. Это тот случай, когда журналист ищет интересные истории для программы и неожиданно сам попадает в историю. О политике, происшествиях, новациях ей любая тема по плечу. Политическая стратегия это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищет опекуна. Своими материалами Инна всегда стремится помочь людям. Теперь поддержка нужна ей. Помочь Инне призывают медийщики разных телеканалов. Ее нынешние и бывшие коллеги. Она очень качественный журналіст, очень грамотная и профессиональная людина. Я уверена и уверена, что мы эти суммы соберем и поможем Инне. И все будет хорошо, и она вернется на работу. И я думаю, что она очень много узнает и очень многое расскажет, что рак – это не вирок. Инна – это тот журналіст, для которого принциповым есть пошук правды и установление справедливости. Она очень быстро чувствует чужой боль и пропускает чужую беду через себя. Она настолько чужая и позитивная, что это добро, которое она поменяет, неодменно должна обратиться к ней умноженным. Если мы вместе, мы способны врятовать Инну. Нам нужны две вещи. Нам усім. Первое – подумать и желать, хотя бы в думках Инны, о мощности, о продолжении и успешной борьбе с недугой и с хворобой. А второе – давайте поможем, кто чем сможет, для того, чтобы и насильная человек, она впорывается. Но с нами ей будет это сделать гораздо легче. Когда человек попадает в беду, важно не оставить ее саму. Важно каждая простянутая рука, каждый небольшой взгляд. И мы хотим сказать Инне, что ты очень сильная, но ты не мусишь проходить этот шлях сама. И ты не одна в своей борьбе. И с тобой твоя большая медийная родина. И мы обязательно победим. Сама Инна тоже полна решимости и оптимизма. Начала вести в интернете блог, где делится своим опытом борьбы с этой болезнью. Я точно знаю, что у вас величезное доброе сердце. И благодаря вашей поддержке я смогу подолать такую страшную недугу, как рак. Продолжение следует...